Парусный спорт В лучшие международные регаты С участием российских команд Шесть лет назад Даниил Круцких уже гонялся на этой акватории в классе «Оптимист». Уже тогда он принял для себя решение переходить в более взрослый класс «Лазер 4.7». Два года спустя пришел и первый успех. Тогда Даниил стал лучшим в зачете до 17 лет на чемпионате мира. Дальше были хорошие результаты на различных крупнейших международных регатах, но 2020 год становится действительно прорывным для этого российского спортсмена. За всю 30-летнюю историю чемпионатов мира в классе «Лазер Радиал» российским спортсменам удавалось подняться на пьедестал почета и лишь единожды в далеком 1996 году была серебряная медаль. И вот в этом году Даниил Круцких становится чемпионом мира в классе «Лазер Радиал». Австралия принимала лазерные чемпионаты мира, что называется, дуплетом. Сначала у берегов Мельбурна соревновались мужчины в олимпийском классе. И сразу по завершении этого соревнования в дело вступали их смены на «Радиалов». Для российской сборной эти старты имели особое значение, ведь за завоеванную олимпийскую путевку идет довольно жесткая борьба, в которой Сергея Комиссарова подпирают чистолюбивые Максим Николаев и Даниил Круцких. Во время первого чемпионата Даниил, в отличие от соотечественников, не сумел пробиться в золотой флот, а вот Комиссаров и Николаев заняли в итоге 22-ю и 24-ю строчку соответственно. Видимо, раздосадованные локальные неудачи Круцких просто рвал и метал через неделю. Чемпионат мира в классе «Лазер-Радиал» Даниил начал сверхуверенно, одержав две победы в двух первых гонках. Сказалась и длительная подготовка у берегов Австралии. Сам россиянин отмечал, что в Мельбурне особые условия с ветровыми течениями и достаточно большими волнами. И чтобы конкурировать с местными ребятами, пришлось некоторое время приноравливаться. Взяв первые две гонки, Круцких дальше действовал тактически. Шел в общей группе, пытаясь максимально отработать на первой лаверовке. Свой план Даниил выполнил на все 100. Последний день пусть и не было побед, зато были стабильные приходы. Это неплохой день. Сегодня я финишировал сначала пятым, затем вторым. В третьей гонке я стал третьим. Я не стремился быть первым. Моя цель была быть стабильным в каждой гонке. Но как раз ветер был нестабильным. Он в основном дул справа, но затем резко менял направление и уже на 20 градусов заходил слева. На этом чемпионате я вообще решил выступить, потому что наша команда выступала на чемпионате мира в «Лазаре». И я решил, почему бы и нет, и заявился здесь. Даниил из настоящей парусной семьи. Можно сказать, продолжатель династии. Его мама участвовала в двух олимпиадах, много раз становилась чемпионкой России, в 2007-м стала лучшей на континенте. Отец также олимпионик. Дважды побеждал на чемпионате мира в классе «Финмастерс». Сегодня он личный тренер Даниила. И пусть класс «Лазар-Радиал» олимпийский для женщин, но юниоры соревнуются в нем и набираются мастерства для будущих побед. Даниил стал первым в России чемпионом мира в классе «Лазар-Радиал». Подобное достижение, конечно же, не осталось незамеченным и на правительственном уровне. Президент России Владимир Владимирович Путин прислал на Министерство спорта телеграмму с поздравлениями. По современным канонам строительства, это достаточно узкая и длинная яхта. В принципе, лодки вот этого типа, они больше ориентированы на лавировку, то есть на движение по воде против ветра. Для «Шестерки» очень важно именно слаженность работы всей команды, начиная от рулевого, котовые, баковые, мачтовые. И даже те люди, которые, в принципе, находятся на борту, практически ничего не делают, но они откренивают яхт. Гоночный состав – это семь человек, соответственно, лодка рассчитана на размещение семи человек со всеми комфортными условиями. Для этого у нас предусмотрено четыре коечки в салоне. Это две версии коечки, спальные диваны, два гроба. Обратите внимание, в кормовой ящейке вот эти вот норы называются гробы. Да, это веревочный рай, то есть тут хранятся все босманские, скажем так, вещи. Но в то же время коечка, она вполне обитаемая, особенно на попутном ветре, там очень приятно спать, когда ты еще слышишь, как яхта рассекает волну, как вода проходит буквально за пятью сантиметров в обшивке, и ты ощущаешь само движение. Здесь, в салоне, это немножко приглушено. В прошлый сезон TP-52 команда броненосец входила в качестве темной лошадки, а завершила его просто блестяще, завоевав третье место на чемпионате мира. В итоге в этом году команда воспринималась уже в качестве серьезной боевой единицы. Впервые в истории класс TP-52 решил посетить Южную Африку. Право открыть сезон было доверено южноафриканскому Кейптауну. Лететь долго, согласен. От страны впечатление двоякое. Вообще Африку представлял по-другому немножко. Ну, куча живности. Плавают киты. Есть даже там фотографии. Гонку не смотрели, смотрели китов. Первая регата в Кейптауне показала, что зимние приготовления дали результаты. И тренировочные сессии, которые мы проводили, и технические работы, которые проведены на лодке, оправдали ожидания. То есть, у нас есть скорость, команда в хорошей форме. Он влился в команду, можно сказать. Может быть, не все получалось у него на этой регате. Может быть, именно коммуникации не хватило с рулевым. А может быть, со всей командой. Но он пытался влиться в коллектив. С русскими очень хорошо. Он все время сидел за нашим столом, так скажем. Поэтому хорошо постарался. Вот результаты в Кейптауне неплохие. Мы пришли первыми две гонки, одну гонку вторыми. И, в общем-то, в пятерке были максимальное количество раз. У меня одна команда не показала двух первых приходов больше. Но, тем не менее, незнакомая акватория дала себя знать. И два плохих прихода, которые были условлены, в первую очередь, недостаточным знанием акватории, зона водорослей, остановила лодку. В общем-то, последний приход в одной из гонок. Причиной его является навигационная составляющая. Не только нас постигла, но и такого лидера, как «Квантум». Такая же беда. Другие как-то лучше. И одной из лучших лодок была местная лодка «Феникс». Что ожидаемо в этой ситуации. Все понимали, что около берега растут эти водоросли. Но дистанцию ставили так, что выигрывает тот, кто ближе подходит к берегу. Но вот нашей команде, к сожалению, не повезло в этой ситуации. Потому что они шли в корму другой лодки. Лодка прошла, а они зацепились. И там пришлось задним ходом, чтобы снять это, принимать меры. Поэтому обсуждали, да. Но ничего не делали. Там ветер дул так, что... И дистанцию ставили так, что выигрывает тот, кто подходит ближе к берегу. К сожалению, чуть-чуть не повезло. Да там дело случая. Впереди шли лодки, они прошли, а мы его цепили. И притом и первые лодки цепляли. То есть это не одна наша команда. И были там и другие команды, которые зацепляли эти водоросли. И там прямо на ровном месте. Ветра были не те, которые мы любим. В этих условиях результат мы считаем хороший. В общем, мы им удовлетворены. Были готовы улучшиться серьезно на чемпионате мира в Киптауне. Но, к сожалению, он был отменен. Уже никто не знает, когда будут отменены ограничения по передвижению. По запретам проведения каких-то спортивных мероприятий. В любом случае, на сегодняшний день мы считаем, что первая гонка, первая регата произойдет в июле. Пока июльские регаты на Средиземноморье не отменены. Но, тем не менее, никто не может этого гарантировать. Задачи не изменились. Амбиции наши максимальны. Я думаю, что у нас все хорошо. И первый этап показал, что мы на многое способны. И были немножко свои минусы. Прибавляйте, но с коммуникацией только. И все. Может быть, чуть-чуть сплотиться. Я говорю, может быть, команда не всегда понимала те решения, которые принимал новый тактик. Но это вот со временем сейчас все это подотрется. И в итоге, я думаю, что получится очень хороший результат. Просто первая рассматриваются места. Да, и в команде тоже, что все понимают, что сейчас, ну, сделано все. Все-все-все для того, чтобы выиграть и достойный результат показать. Я думаю, что мы все справимся. Добрый день, дорогие друзья. С вами баковые команды броненосец Кулаков Алексей. Давно не встречались с вами в нашем эфире. Пора выходить в новый парусный сезон. И вспомним мы 2019 год чемпионата мира в RC-44, который уже в который раз проходит в солнечной Швеции. На этот раз в объектив попадает верхний знак, а точнее знак оттяжной. Напомним, что в этом классе схема дистанции несколько иная, чем мы привыкли. Оттяжной расположен так, чтобы яхты, идущие левым галцем, не залетали на верхний знак и не создавали повышенную опасность на нем. В этом классе рулить может только непрофессионал. Так вот, сошлись на этом знаке три команды, и получилась очень интересная история. Таватуй на руле Павел Кузнецов с тактиком Евгением Неугодником, уже двухкратный чемпион мира в классе Мелджи-32, борется в новом для себя классе, представляя Уральскую школу паруса. Заходит самым наружным. Под ними идет шериф на руле Игорь Орлах и тактик Адриан Стетт, прошлогодний чемпион мира в RC-44. Очень опытный экипаж, представляющий Словению. А на правом галце, на перерез им, идет харизма под флагом Монако, на руле Ника Пунц и его известный американский татик Джон Костецкий. Ситуация очень сложная, на мой взгляд. В общем, шериф левым галцем должен уступить место сначала харизме, которая идет правым галцем, но потом они уже должны вместе отдать место Таватую на прохождение знака. Тут же есть правило внутренней и наружной. Что-то пошло не так, возможно, проблема в коммуникации на борту и очень резкий маневр со стороны шериф приводят к контакту. Чубовы выдумали на лодках ни одной царапины. А вот мачты столкнулись. У одной порванный грот, у другой улетел электронный ветроуказатель. Такого ущерба более чем достаточно, чтобы получить штрафные баллы в этом классе. И Эмпайр имел хороший обзор, чтобы правильно оценить ситуацию и вынести правильное решение. Шериф получает штрафной круг и баллы. Надеюсь, было интересно. С вами был Алексей Кулаков. До новых встреч. Есть свой культовый фестиваль. Это Жигулевское море. За шестилетнюю историю этот фестиваль прочно прописался в международный календарь. Созданный когда-то несколькими энтузиастами сноукайтинга, сегодня на берегах Куйбышевского водохранилища собираются тысячи любителей погоняться под парусом в холодный денек. Теплая зима практически перечеркнула сезон для зимних парусных видов. Раз за разом отменялись и переносились соревнования. Фанаты сноукайтинга в отчаянии искали места, где можно расправить крылья. Кубок мира по версии ИКО также оказался под угрозой. Но отмененные этапы лишь подзадорили организаторов российского ивента. В этот раз получилось так, что мы остались единственным этапом розыгрыша Кубка ИКИА по сноукайтингу. Погода не позволила провести предыдущие этапы. Вся надежда была на то, что это сделаем мы, и у нас получилось. Скорее всего, это не вопрос организации. Организация уже у нас отлажена. А то, что погода все-таки это позволила сделать. Хотя было покушение на наше проведение. То есть пришло тепло, выступила вода. Участникам было непросто, потому что они почти аквакайтингом занимались. Но тем не менее, все виды программы мы закрыли. В конце концов, так уж исторически сложилось, что Жигулевское море – это не только соревнования профессионалов, а настоящий фестиваль для всех любителей расправить крылья под зимними ветрами. Каждый год Тольятти открывают для себя новые участники. Ну, как сказать, долго добирались. Сначала по зимнику ехали, где-то сутки, наверное, на меньше суток. Потом на самолете. А по зимнику на чем ехали? На трекере. Шестиколесная. Да, такая высокопроходимость. Выступаем на таких соревнованиях впервые. Очень все понравилось. Хоть посмотрели, куда нужно ехать. Я приехал также из Симальского района, села Ярсове. Это очень далеко от вас. Почему я начал заниматься сноукатингом? Да, я увидел ваши мероприятия в Жигулевском море. Захотелось попробовать. Посмотрел вокруг себя. У нас такие же поля большие, где можно все время кататься. Детера у нас большие всегда, ну, и дуют всегда. А значит, когда мы сюда приехали, увидели Жигулевское море, оно такое большое. И везде можно кататься. Ну, так же, как у нас, конечно. Ну, у вас тут ровный снег, лед. Первый день тренировок, когда мы катались, нам очень понравилось. Мы нашли место свое. Потом, когда уже начались гонки, ну, не совсем понятно было сперва нам, как это лучше. Ну, только-только начинаем узнавать. А значит, второй день гонок нам, мы не знали, не готовы были к тому, что вода. Я вообще промок до ниточки, замерзал. Ну, а я хотел пройти до конца, вот эти, откатать пять гонок. Ну, к сожалению, я не смог. На четвертой гонке я уже свернул и начал собирать свои вещи и поехал в гостиницу. Главным блюдом на этом фестивале, конечно же, был сам этап Кубка Мира Ика. Погодные условия менялись с каждым днем. Стабильный ветер, конечно, радовал. Но вот температура медленно, но уверенно уходила в плюс. Вот и приходилось райдерам периодически заниматься аквакайтингом. Но, как бы там ни было, программа была полностью выполнена. Наиболее ярко смотрелся харьковский райдер Дмитро Яснолобов. Курс рейси он просто блистал и был главным фаворитом в марафоне. Ну, все классно. Мне нравится тут гоняться. Результатом я более чем доволен. Я хорошо выиграл в курс рейсе практически все гонки. На марафоне вчера немножко не получилось. По досадной ошибке лидировал. Сделал неправильно поворот. И кайт запутался. И мне его пришлось распутывать минут 20. А так, всем доволен абсолютно. Наши новые кайты поехали. У нас зимы не было. В Украине мы не могли потестить их. И в этом году первый раз мы эти кайты потестили. И очень довольны результатом. Два десятка площадок для всех от мала до велика. Пока на льду проходили жаркие битвы среди кайтеров, на берегу развлечения по душе мог найти и стар, и млад. Фестиваль «Жигулевское море» уже стал настоящей традицией для тольяттинцев. Местом, куда можно прийти всей семьей и полюбоваться полетами на парусах. Ну а для кайтеров, как показывает практика, именно тольяттинский этап становится тем местом, где можно погоняться всегда. Даже в самую теплую зиму. Теплая погода стала главным трендом и главной проблемой завершившейся зимы. Во всяком случае, для зимних видов парусного спорта. За несколько недель до фестиваля «Жигулевское море» эту проблему решали не только устроители Кубка мира ИК, но и организаторы юбилейного 40-го чемпионата мира по версии ВИСа. Старейшее международное соревнование должно было пройти в эстонском Пиарну. Но там зима так и не наступила. И тут за дело взялись финские волшебники. Ведь именно в миниатюрном городе Листиярве с населением меньше 900 человек, меньше чем за неделю сумели организовать столь статусное соревнование. Акватория здесь была суперинтересная. У нас были очень разные условия. Мы выходили на гонки на всех наших размерах почти. На 11-х, 15-х, 18-х. Кто-то даже на 21-х. Покрытие тоже менялось каждый день. Снег, лед, лед с водой, наст. Было все. И это было супер насыщенно. Мы были очень рады отгоняться здесь. Конечно, изначально было понятно, что условия в Листиярве не идеально подходят для занятий зимним парусом. Ведь температура на озере колебалась от минус одного до плюс одного. Но в данном случае от добра-добра искать не приходилось. Из-за оттепели и дождей под толстым слоем льда образовалась хрупкая корка и получался эффект двойного льда. Непредсказуемые заходы и отходы ветра добавляли драйва-гонка. На финской акватории высадился большой питерский десант участников, который поприветствовал вполне питерский предстартовый дождик. В самой престижной дисциплине чемпионата курс-рейси не было равных как раз представителям Санкт-Петербурга. В зачете лыжи уже в первый день Никита Каданев выиграл все заезды. Но судьба золота все же решалась в завершающий день чемпионата. В последних гонках все было очень достаточно напряженно, потому что в первой тройке в лыжах и в сноуборде была очень плотная борьба. У всех маленькая разница в очках. И поэтому гонки были достаточно напряженными. Но гоночный день уже завершился. И сейчас преднаграждение. Мы ждем, пока у нас разберут все оставшиеся протесты, потому что каждый хочет выиграть. И очень много нарушений правил происходит во время этой регаты. В лыжах сейчас пока что лидирую я. На втором месте Рома Любимцев и на третьем месте Андрей Болякин. В сноуборде, в принципе, тоже все прошло очень круто. У ребят у первой двойки вообще даже была очень плотная борьба. У них там разница буквально пару очков. Там 2 и 1, 1 и 3, что-то около того. Как и отметил Никита, у сноубордистов борьба получилась невероятно плотной. Его тезка Соколов начал чемпионат четырьмя вторыми приходами и чуть отпустил вперед Валерию Горачеву. Весь дальнейший чемпионат для райдера, представляющего Академию парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга, прошел в режиме погони. Первый гоночный день я занял второе место по итогам всех четырех гонок. И у меня был стимул реабилитироваться. Были проблемы со снаряжением, но в целом все хорошо. Я смог их устранить, понял, в чем были мои ошибки. И последующие дни я максимально работал. Сегодня четвертый гоночный день, и каждую гонку была борьба. И на второй гонке у нас было одинаковое количество очков. И борьба была на каждой гонке. И, соответственно, исход чемпионата мира для меня играла роль последняя гонка. Победа в последней гонке и принесла Соколову золото чемпионата мира. Третье российское золото в дисциплине курс-рейс-лыжи среди девушек завоевала одноклубница Соколова Елена Калинина. Сегодня рассмотрим кандальные и пьяные узлы. Это два очень похожих друг на друга узла, отличающихся лишь способом завязывания. Для завязывания кандального узла нам необходимо на конце сделать две одинаковые колышки. После чего завести эти колышки одна за другую. Пропуская колышки друг в друга и обтягивая этот самый узел, мы получаем две независимые затягивающиеся петли. Обтянув за ходовой и коренной конец, эти петли затягиваются, и мы получаем стопроцентные кандалы. Пьяный узел отличается от кандального лишь способом завязывания. Небольшая деталь состоит в том, что колышки накладываются одна на другую, с другой стороны, но протягиваясь каждая сквозь противоположную, и получаем две затягивающиеся петли. Обтянув их, получим точно такие же наручники. Бегу взглянув на этот узел, может показаться, что это двойной рифовый, который мы используем в шнурках. Но при перестанем рассмотрении, становится очевидно, что это другой узел, который используется совершенно иначе. Ну вот и все. Завершился первый в этом сезоне выпуск нашей программы. Наш любимый спорт, как и другие виды, берет вынужденную, я надеюсь, очень короткую паузу. Я уверен, что в самое ближайшее время ветер вновь наполнит паруса, и мы увидим множество ярких и интересных регат. Ну а пока, друзья, берегите себя, ходите под парусом, любите парусный спорт. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok